Доброго времени суток. Наконец я собралась сделать расклад на Авдеевку. Значит скоро там начнутся серьезные наступления. Я уже заметила, что как-то я где-то что-то делаю, там на какой-то город. Вскоре там начинает что-то происходить. Иногда даже смеюсь, что меня, наверное, смотрит кто-то из военных. Итак, Авдеевка. Многострадальная Авдеевка. Сейчас попалось видео представителя военной администрации из Авдеевки. Я сомневаюсь, что он из самой Авдеевки записывал. У него брали интервью. Девушка так точно там не сидит в Авдеевке. Но все про Авдеевку говорят. А он сидит, скорее всего, либо в школе, либо в детском саду. Сзади него флаг Украины. А на стене над флагом эти бабочки, вырезанные детскими ручками. Может быть преподавателям, не суть ваша. Но никак не клеящиеся с военными. Так что вот так вот захистники сидят в школах и в детских садах в надежде, что туда не прилетит. Правда, сейчас тактику сменили. Прошла информация, что теперь они занимают официальность разрешения заложного квартиры. Дома брошены, потому что их раскусили, что они сидят в школах и детских садах и бьют туда. Любое здание можно восстановить. А вот когда дома разрушают, квартиры, это, конечно, не есть хорошо, потому что людям некуда будет возвращаться. Но, судя по всему, они не готовы воевать в полях только за стенами, только под бетонными накатами. Как раньше в войну были накаты из бревен. Вот из такого плана только бетонные сделаны. Вот там они готовы воевать. А напрямую нет. Ну что же. Извините, может, длинное вступление. А, кстати, я очень рада, что поняла, как выложить скидку, скидку, господи, ссылку на телеграм, именно канал. Оказывается, то, что я выкладывала, это где мне можно какое-то обращение писать, да, типа чата личного. Вот. А на канал выложила. Я надеюсь, вы могут туда сейчас проходить, заходить и, если что, подписываться. Подписываться не обязательно, я не призываю ни в коем случае. Просто себе где-то сделать пометку, чтобы не потерять. Вот. И на второй мой канал. Я сейчас туда загрузила видео «Крымский мост», чтобы не потерять. И загружу видео, которые идут с ритуалами. Вот. Чтобы они там остались, если вдруг обрушат мой этот канал. Ну, пока еще поживем. Ну, на всякий случай, значит, в сообществе к этому каналу, в сообществе, там есть, выложила я эти ссылки на телеграм, именно канал. И на новый канал там «Оранжерея». Не удивляйтесь такому названию. В свое время планировала цветами заниматься. А вот. Но оказалось в результате не до того. Поэтому вы можете вот этот вот прямо этот текст этот куда-то себе скопировать, чтобы у вас осталось, и вы меня не потеряли. Ну, и плюс еще дополнительно эти телефоны, где можно через WhatsApp и Viber со мной общаться. Ну, и в Телеграме заодно чат писать. Есть еще YouTube канал, но не знаю, сможете ли вы, Украина, выйти на него. Но на всякий случай, позже чуть скину. Потому что самой надо на новом этом ноутбуке установить эту программу. Единственное, что в Телеграм-канал очень долго загружаются видео. Очень долго. Поэтому, ну, как до замены, если что, до создания какого-то другого. Я еще третий начала делать канал, так что, если что, еще будет третий канал на YouTube. Ой, веселые времена. У меня даже дети смеются, говорят, мам, ты владеешь компьютером лучше, чем мы. Ну, да, некоторые вещи у меня уже научились. Просто раньше не задумывалась о ссылках. Не было целью создания именно серьезными так каналами заниматься. Это очень, ну, занимает много времени. А вот... Другой работы больше было. Но сейчас работа вот эта. Поэтому волей-неволей приходится заниматься этими каналами. Итак, поехали. Толп пять минут я уже проговорила. А в Диевка. Ну, кто там еще остался в городе, ну, те вынуждены сидеть и наблюдать за происходящими событиями. Не в состоянии вообще что-либо поменить. Им, конечно, может быть, предлагают куда-то уехать. Но зачастую люди остаются, потому что просто не на что и некуда ехать. Ну, я могу вам сказать одну вещь. Что все идет к тому, что скоро начнется серьезное событие. Негативное, наконец, заканчивается период в жизни города и в жизни жителей города. Идет все к тому, что будут перемены и возрождение города будет. Конечно, будут восстанавливать то, что еще сохранилось, что можно восстановить. Ну, и отстраивать заново. И вот эта карта тоже говорит о том, что плохое заканчивается. Нужно, конечно, подумать о духовной части жизни своей. Кто мы, куда мы идем и к чему мы стремимся. Но в любом случае, плохое заканчивается. Пока будущее неизвестно до конца, до конца непонятно. Сейчас только можно жить на интуиции. Можно выходить, нельзя выходить из укрытия. Ничего можно делать, нельзя. То есть только интуиция, только внутренний голос. Ну что, давайте посмотрим, как будут развиваться события в Авдеевке. Ну, давайте возьмем до 15 сентября. Напоминаю, что это просто ориентировочная дата. Я не утверждаю ни в коем случае, что все события к этому времени закончатся. Это дата ориентировочная, чтобы ко мне не цеплялись с вопросами. А вот вы сказали, в нынешних происходящих событиях задействована энергия всего земного шара, людей, населения всего земного шара. Как можно дату предсказать точно? Нет. Даже все боевые действия начались на полгода раньше, чем планировали высшие силы. Итак, ориентируемся на 15 сентября. Надеюсь, к этому времени уже станет ситуация более понятная. Будет идти очень жесткий контроль в городе. Будьте, пожалуйста, очень внимательны и аккуратны, кто там живет. Потому что, ну, прямо очень жесткий контроль. Но ресурсов не будет хватать ни у города, ни у подразделений, которые там находятся. Ну, то есть, так как там военные сейчас живут, да, то есть они, можно сказать, жители города. Пусть военные, но жители города. У них тоже ресурсов не хватает. А остальные будут идти к своей цели. И цель будет достигнута. Будет очень жарко. К этому нужно быть готовы. Но в основном все будет все-таки проходить по окраинам города. И уже в городе, ну, вот эти вот всем серьезные боевые действия, обстрелы вот эти артиллерийские, там, может быть, танки, танковые. Но очень много, конечно, артиллерии. Вот. Все-таки будет проходить по периметру города. Если мы посмотрим на эту карту, то у него там оно все сзади горит и полыхает, да, у короля. А вот. Не вокруг него, а сзади. Но при этом магма есть и под ногами. Поэтому что-то будет еще, конечно, и в городе. Но в конечном итоге все-таки закончится все положительно. положительными эмоциями. Так что, я думаю, что скоро все начнется. Продвижение, выдавливание ВСУ из города. И в конечном итоге благополучно все закончится. Так, давайте посмотрим, как будут складываться дела для ВСУ в районе Авдеевки. И в самой Авдеевке. До 15 сентября. Надо придумать, как эти события ускорить. Ну что, я могу сказать. До 15 сентября командование подразделений, которые находятся в Авдеевке и вокруг нее, благополучно слиняет, оставив своих подчиненных на произвол судьбы. Кто-то будет, конечно, из города уходить, убегать. Но это далеко не все будут. Остальные останутся и будут думать, как сохранить собственные жизни. Очень уставшие, обессиленные. Ну, выход найдут. Единственное, что будут думать над тем, как это осуществить. Как это можно реализовать будет. Будут, конечно, обстрелы воздушные. И события очень ускорятся. Для ВСУ события очень ускорятся. Будет предложено тем, кто останется, сложить оружие. А командный пункт будет разрушен. Ну, и в конечном итоге, для тех, кто останется, в общем-то, довольно-таки благополучно сложится время. Скорее всего, они сдадут свое оружие и в результате присоединятся ко всем остальным, кто находится в плену Российской Федерации. И очень не хочется возвращаться, идти на обмен. А те, кто будут уходить, не будут до конца понимать, что происходит, куда они вообще идут и что вообще нужно делать в этой ситуации. То есть, будет настолько жарко, что не будут понимать. Ну, и вполне возможно, что тоже в конечном итоге зададутся. А так, в общем-то, из города очень быстро будут уходить. Ища место наиболее спокойное, и безопасное для себя. Так, как будут складываться дела для подразделений союзной армии в районе Авдеевки, в самой Авдеевке и в районе Авдеевки. Я, наверное, все-таки включу комментарии, чтобы вам проще было ко мне обращаться, потому что мне удалось вот выложить эти ссылки, что если меня заблокируют, закроют этот канал. Хотя они его закроют, если что, только на какое-то время. Как второе предупреждение, по-моему, на неделю. Но все равно. То есть я теперь спокойна, и, в общем-то, можно открыть теперь комментарии, чтобы можно было видеть ваши пожелания для раскладов. Ну, и если что... Так. Союзная армия до 15 сентября. Так что я включу комментарии, чтобы вам было проще ко мне обращаться. Ну, что я могу сказать. Ребятам, конечно, будет очень тяжело. Очень тяжело. Но смогут использовать очень много хитрых моментов. Вы знаете, как это вот горностай? Да? Это вот как... Ну, кто вот в сельской местности живет, знает, что утром приходят, а коры все передушены. Но я не говорю, что это горностай. Я... Это, скорее всего, хорек. Вот. Либо лиса. Но как туда попало, это существо, никто не понимает. Вот точно так же будет очень много использоваться хитрых каких-то приемов. Ребята будут работать по сложившейся традиции и традиции предан... Ну, вот, знаете, как предков поддерживать своих. Своих не бросаем. Будут раненые, могут быть погибших, конечно, будут. Это неизбежно. Но ребята будут и восстанавливаться в районе Авдеевки. Там, во всяком случае, первая медицинская помощь будет оказываться. И вполне возможно, что на освобожденных территориях на какое-то время могут отдыхать. Много будет неожиданностей в действиях. Максимально будут стараться сохранить то, что осталось в городе, ну и, соответственно, оставшихся жителей. И это будет делать уже мастерски. Уже настолько это отработано, что ребята прямо вот знают пошагово все свои действия. Ну, будут работать совместно несколько подразделений. Ну и в конечном итоге закончится все благополучно, слаженно, четко, под одним руководством. Придется, конечно, отражать атаки в СОО. Это тоже понятно. Но события будут очень быстро развиваться. Ну, при этом ребята будут работать спокойно и терпеливо. Ну, в конечном итоге Авдеевка присоединится к ДНР. Ну, вот тоже в основном все вот горячие эти боевые действия все-таки будут в основном происходить за территорией, ну, так скажем, жилой зоны города. А в городе будут зачищать ребята из Ахмата. Ну, или те, кто прошел обучение в этом подразделении. Они вот эти вот городские бои ведут наверное, уже их равным их, наверное, нет. Равных им нет. Так, какие возможны опасности для Авдеевки вот до конца боевых действий? Скажем так, горячих вот этих серьезных боевых действий. Ну, прилеты. Но в основном по административным все-таки зданиям. вполне возможно, что будут договариваться о сдаче оружия, помогать тем, кто в городе остался, наладить свою жизнь. Прилеты, возможно. А так, в общем-то, закончится все благополучно. максимально благополучно для города, который находится в нынешней ситуации. А то мне сейчас начнут писать. желаю всем нам мирного неба над головой для Авдеевки, чтобы, наконец, это как можно быстрее закончилось, сколько же это уже можно. Ну, вот. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч.